Приветствую вас, и для начала нужно сказать так, что вы не сможете отблагодарить меня оценкой, потому что оценку вы уже поставили, и вторую оценку вы сможете поставить только через какое-то время, то есть по прохождению определенного периода. Соответственно, отблагодарить меня у вас не получится, а я помогу вам просто потому, что мы с вами уже имеем определенный контакт, и, собственно, было бы некрасиво с моей стороны вас игнорировать, поскольку вы ко мне обратились за помощью. Значит, по поводу первой вашей проблемы нужно сказать так, что раз вы ищете постоянно в свой идеал. Это означает, что вы растете, личность растет. Вы пробуете себя, вы пробуете свои желания, вы изучаете свою реакцию на внешние факторы, на внешние стимуляторы, на внешние разрушители, на препятствия, на наоборот достижения. Именно так, по сути, и человек может понять, что же ему, в общем-то, нравится, что ему интересно, что его устраивает. Если не пробовать, не искать идеал, не стремиться к лучшему, то, в общем-то, можно никогда и не понять, чего же, собственно говоря, ты хочешь. Вы не писали о своем возрасте, не писали, сколько вам лет, но могу предположить, что если годам к 35 вы будете продолжать вести себя подобным образом, то, в принципе, и в целом это нормально. То есть, либо вы встретите такого мужчину, при котором вам не захочется искать идеала, либо вы как бы обозначите наличие у себя и, конечно, к этому возрасту, ряд проблем, связанных с неосознанным, может быть, страхом постоянных отношений, страхом долгосрочных отношений, серьезных отношений. И тогда поиск идеала есть не что иное, как неосознанный бег, бег от серьезных отношений. И связано, может быть, только со страхами, с комплексами внутренними, которые, как правило, протекают из детства. То есть, женщина боится долгосрочных отношений с мужчиной лишь тогда, когда имеет перед глазами первичный негативный опыт этого самого мужчины. А первичный негативный опыт, как правило, да, отец либо другой родственник мужского пола. И вот это необходимо будет в этом случае проработать. Но только в том случае, если примерно до 35 лет ваше отношение не изменится к мужчинам. А до тех пор его можно считать, в принципе, совершенно нормальным. То есть, это проблемы, еще раз повторюсь, на мой взгляд, при том, как вы ее описали, не являются проблемой. Другое дело, что если вам самой от этого не комфортно, вот если вам самой не нравится, что вы постоянно ищите дело, что вы постоянно каприничаете, то да. Но тогда, если вам самой не нравится, вы же понимаете, что каприз – это что такое? Либо это фрустрация, то есть, невозможность получить то, чего вы хотите, либо это действительно стремление к тому, чего вы желаете. И в первом случае, когда это фрустрация того, чего вы хотите, но не получаете, я к нему понятнее, вообще реально это получается или нет. Если это нереально, если это действительно ваш каприз, то нужно было так, перестать обращать на это внимание. Потому что, в данном случае, такое проявление вашего поведения есть, ну, как бы сказать, не имеющее связи с реальностью, не имеющее ничего общего с реальным миром. И перестав обращать на это внимание, со временем, вы просто научитесь акцентировать свой взгляд только лично на желаниях, на целях реальных. То есть, тех, которых можно действительно добиться и действительно получить. А кто-то находится слишком отдалённо, слишком отстранённо от вас. Вы просто постепенно из своего внимания вытеснете, если не будете позволять этому влиять на своё поведение. То есть, если это перестаньте обращать внимание. Вот так можно решить эту проблему. Далее, что касается второго вопроса, то здесь ситуация следующая. Да, мужчина действительно пребыл, потому что фактически он согласился на флирт, на интимное общение с другой девочкой, он не знал, что это вы, и он оказался не готов и не способен держаться на свои отношения с вами. Причина, по которой он это делает, он это сделал, заключается в том, что он, вероятно, не считал ваши отношения достаточно крепкими, и не доверял вам настолько, чтобы полагать, что вы его ждёте, что вы его будете ждать и дам. И в некотором роде это можно объяснить тем, что очень многие девушки изменяют своим мужчинам, пока делают. И когда молодой человек приходит служить, то другие, те, кто там служат, они ему рассказывают, что вот, моя перестала мне писать, моя сказала, что у нас всё кончено, моя внезапно начала выкладывать фотографии, где она с другими мужчинами целуется, ну допустим, и ваш молодой человек оказался в такой вот атмосфере тотального предательства женщин, когда мужчины в армии. И вместе с вот таким, знаете, развитием мужской солидарности, относительно того, что женщины не понимают мужчин, не ценят мужчин, появляется ещё и фактическое ожидание того, что вы природите, что вы, скорее всего, ему изменить. И всё вот это заставляет человека менять своё отношение, менять своё поведение. И потому это предательство, да, в узком смысле конкретно, это предательство. Но обстоятельства таковы, что на мужчину оказывается очень сильное давление со стороны его окружающих. И если вы любите его, если у вас своему чувства, то отнеситесь к этому с пониманием, дождитесь всё-таки его из армии, и вот уже тогда, встретившись с ним, поговорив с ним, ощутив, как вы его воспринимаете и увидев, как он воспринимает вас, вы можете понять, есть ли у вас больше будущее или нет, если есть, то какое, устраивает оно вас или нет. И если будущего нет, то поделать, люди, к сожалению, могут расходиться. Так бывает. Поэтому в предательстве я рекомендую отнестись, как бы сказать, несколько более зрело и сделать скидку на обстоятельства, в которых оказался ваш мужчина. Да, он проявил слабость, да, он оказался под давлением, но это давление, к сожалению, достаточно сильное. И если вы, ещё раз говорю, любите, то вы постараетесь его понять, потому что мужчина сейчас не самый счастливый человек в мире. Как любящий человек вам, ну, сколько-то бы следует постараться, как бы, вникнуть в его состояние, попытаться представить, как он себя чувствует, как он себя ощущает в этом, в том, что я описал, и вести себя уже соответственно. То есть я не призываю вас именно в обязательном порядке его принять, понять и простить. И простить нет. Я призываю вас подумать об этом. И если эта мысль покажется вам убедительной, интересной, правильной, найдёт отклик у вас в душе, то она может повлиять на ваше поведение. А если вы считаете, что это недостаточный аргумент для того, чтобы оправдаться на его поведение, или смягчить тяжесть его проступка, ну что ж, и вам решать, что делать. В браке такого поведения не будет, потому что, простите, брак – это серьёзный шаг двух взрослых людей. И если мужчина берёт девочку с жёной, то он уже понимает, что у них всё за неё ответственность, и ни в коем случае в браке ничего такого не будет. Сейчас вы просто встречаетесь, мужчины считают, что у вас ничего серьёзного, либо ваши отношения сейчас переживают в трудный период, и потому вам не доверяют. И не доверяют, что… ну он доверяет, потому что вы можете его изменить. А в браке ничего такого нет, он всё время будет с вами, он всё время в Москве будет видеть, и поэтому будет уверен в дом, что вы его изорвётся сам, и изменить не будет. Поэтому его поведение, какое оно сейчас, ни коим образом не перенесётся на брак. Но вот то, что мужчина ставит карьеру превыше женщин – это, безусловно, имеет некоторые последствия для вас. И последствия таковы, что не то, чтобы он будет вам изменять, не то, чтобы он будет вам как-то вот делать плохо, он скорее будет недостаточно защищать ваши интересы, недостаточно уделять вам внимание, вот как вы говорите, как вы пишите, что вот он не любит сюси-пусь и так далее. То, что мужчина считает пустой трапой времени в отношении женщины, он не будет этого делать, потому что карьера для него главная. И даже если он эту женщину любит, всё равно она для него взяла первое место. И таковы взгляды мужчины. Это не значит, что он вас не любит. Это не значит, что он вас не ценит. Это не значит, что вы для него пустое место. Нет. Просто таковы взгляды человека, таков его характер. И у вас есть выбор. Либо вы принимаете его, так как он есть, с его взглядами, с его системой ценностей. Либо нет. Если вас не устраивает такое отношение. Если вы считаете, что женщина за мужчиной должна быть на первом месте. В таком случае вам ничего не остается другого, кроме как с ним расстаться. Потому что, если вы не примете, то будете терпеть. Если будете терпеть, то вряд ли это сделает вас счастливой, вряд ли это создаст негатив, вот этот позитив для ваших отношений. Скорее всего, это сгенерирует только лишь один негатив. И получится не отношение, а какое-то долговое обязательство. Понимаете? Так что вот примерно такими будут ответы на ваш вопрос. На ваши вопросы точнее. Надеюсь, вам понравилось. Желаю вам принять верное решение. И всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok